какая красивая композиция ну я думаю вы уже догадались что мы будем с вами сегодня готовить я буду готовить харчо у меня есть уже на канале рецепты харчо как я готовила но сегодня буду готовить совсем по-другому немножечко попроще не острый харчо он у нас будет хочу чтобы мой ребенок тоже поел этот суп потому что она никогда его не хочет есть надеюсь у меня получится ей понравится немножко буду готовить по-другому кому интересно оставайтесь со мной вот такие у меня продукты будем сейчас импровизировать и пробовать это у нас говядина прекрасная не жирная буду готовить не из жирной говядинки вот помидорчики укропчик лучок чесночок морковка томатная паста нету ткемали у меня попробую добавить ну посмотрю я открою сливовый соус маринад может быть ложечку 2 добавлю но это все в процессе готовки так сейчас я подготовлю мясо я его сразу нарезаю на такие вот кусочки ну кому какие нравятся можно большим куском обжарить а потом отваривать и снова нарезать но я решила сразу нарезать этот раз я буду мясо обжаривать сначала потом будем его отваривать очень хочется попробовать меня подружка раздразнила она готовила такой рецепт рассказала мне я хочу поделиться с вами и сама попробую приготовлю готовили посуду в какой я буду варить наливаю растительного масло подсолнечное и добавляем кусочек сливочного масла масло у нас разогрелось и добавляю сюда мясо нарезала вот такими кусочками будем обжаривать недолго такой до румяной корочки мяско у нас обжарилась и так слегонца сильно не надо зажаривать чуть-чуть теперь что мы делаем заливаем его кипяченой водой вот так много воды добавлять не будем теперь добавляю сюда морковку и лук желательно целый у меня половинка потому что то что было дома то и готовим так все накрываем и пусть она у нас может так час варится на медленном огне а мы будем с вами продолжать готовить дальше теперь готовим заправку наливаем растительное масло кусочек сливочного масло и будем обжаривать лук лук обжариваем такой чтоб он был не зажаренный немножко его по пассеруем пока жарится лук бульон у нас варится аромат очень очень вкусный посмотрите какой бульон цветом красиво это потому что мы обжаривали мясо я немножечко подсолю потому что мясо и обжаривала я его не солила пусть оно нас варится все ставлю на медленный огонь чтобы лук не сгорел и пусть он млеет вот такой лук у меня получился добавляю томатную пасту у меня чумак томатная паста можно добавить любую хорошо сейчас перемешаем пусть пару минут потушится так пару минуточек у нас прошло добавляю специи у меня черный перец ну смесь перцев черный там красный белый и хмели-сунели все больше ничего не добавляю еще минуточку обжарим чтобы специи дали свой аромат раскрылись пахнет очень вкусно главное не передержите чтобы они у вас не перегорели не подгорели специи теперь я добавляю томат помидоры можно взбить на блендере я натерла на терке по желанию конечно вы можете желательно добавить аджики но я сегодня готовлю без аджики и конечно же надо нам подсолить ну солите как вам нравится на свой вкус заправка невероятно красивая еще осталось нам добавить чеснока в конце и все у нас все готово все заправка у нас готово так бульон варился не час минут сорок пока мы сделали нашу заправку я достаю морковь отсюда и луковицу мясо если вы отварили большими обжаривали большим куском и отваривали большим куском вам тогда придется его достать и порезать так как я его уже нарезала сразу все у нас так и остается еще лук еще лук надо выловить так я помыла рис у меня здесь 100 грамм но если вы любите пореже можете добавить 50-60 грамм у меня 100 грамм риса рис конечно желательно такой длинной зерновой ну меня кругленький вода немножечко выкипела можно добавить только горячей кипяченой воды немножечко можно добавить потому что такой бульон вообще очень красивый хотя мясо само по себе было не жирное но мы добавляли сливочное масло поэтому так у нас получилось сейчас рис закипит подливка нас ждет подливку девочки пробуйте на вкус кому как чего там нравится больше можете добавить остроты пока у нас еще тут не закипело я добавлю два лавровых листика и вот думаю добавить ли мне этот сливовый маринад ложечку вот сюда в общем я открою сейчас на запах если мне понравится попробую на вкус добавлю ложечку с вами откроем знаете неплохо пахнет он острый кисленький дает кислоту ну вот как от кемали дает кислоту давайте добавим чайную ложку одну для аромата вот такая вот большая ложка так сказала большая ложка чайная но большая чайная ложечка сейчас мы с вами добавим чайную ложку вот такую маринад он светлый тоже даст свой вкус много добавлять не буду а я пока нарежу зелень конечно для харчо желательно петрушка кинза но я петрушку кинзу не очень люблю так что у нас будет укроп и зеленый лук а вы добавите такую зелень которая вам нравится которую вы любите так рис у нас практически готов он немножечко такой аль денте я достаю лаврушку воду я не добавляла ведь у меня вода как была так и есть вот рис смотрите уже какой так где-то еще одно у нас письмо счастья помните в детстве если в тарелочку попадал лавровый листик на гриле письмо будет так добавляем нашу приправку заправку какой красивый ну девочки смотрите я бы добавила немножечко воды я сейчас кипятком промою сковородочку как это делали наши бабушки горячей водичкой немножко вот и последний штрих это зелень какая красота ребята вот смотрите он и не редкий и не густой но вы же сами понимаете рис может еще постоять и немножечко набокнуть все сейчас закипят и мы его отключаем ну и конечно же мы должны с вами как всегда по традиции продегустировать сейчас будем пробовать вместе так суп у меня постоял минут 20 немножечко настоялся такой красивый прям одно мясо пахнет очень вкусно ну что попробуем мое произведение искусств что у меня получилось потому что я никогда не обжаривала мясо вкуснее насыщение такой бульон без аджики тоже очень даже неплохо немножко горячий конечно мне нравится вкусно попробуйте кто не обжаривал мясо обжарьте подкладываем вкусно сломается girl характером да очень вкусно ириса достаточно можно сметанки добавить кто любит обязательно приготовьте харчо обжарьте мясо вам очень очень понравится а я с вами на сегодня прощаюсь спасибо за просмотр всем пока пока